Добрый день! Займемся сегодня обслуживанием и переборкой данной модели от торговой марки Rema Hobby под артикулом RH10275. Но для начала небольшая вводная часть. Смотрите, про данную машинку я снимал отдельный обзор и после этого я ее тестировал несколько раз. На самом деле, по владению она у меня уже более полугода, но за это время выездов было достаточно мало, но я постарался выезжать именно в разных условиях и на разные локации. То есть изначально был небольшой обзорчик, тест. После этого я ее покатал немного по грязи, по лужам, прям ее потопил, прям нырял максимум, машинка всплывала у меня, она была максимально мокрая. После этого я ничего не делал, просто просушил, поставил. Потом был осенний тест, немножко там опять же по грязи, по листве, немного покатали ее по камням и потом еще был зимний тест. И в зимнем тесте я уже обратил внимание, что машинка стала ехать значительно хуже. И вероятнее всего это связано с двумя факторами. Первый фактор после, скорее всего, водных процедур, купания и, опять же повторюсь, просто поставил, немножко просушил и более ничего не делал, даже элементарно колеса не снимал. У меня был момент, что после вот этого выезда она у меня сколько-то стояла, я решил ее запустить, немножко просто это вот так покатать, и она у меня вообще не ехала. То есть я ее толкаю, она просто подклинившая. Я ее немножко вот так подергал, прогазовал, и она не начала работать. Но даже сейчас, смотрите, ощущается, что чтобы она прям начала крутить колеса, нужно прилагать определенные усилия. Вероятнее всего подшипники здесь большая часть заклиненная. Второй момент, то что мосты так или иначе не отличаются супергерметичностью, и после, опять же, луж, грязи, снега, листвы, травы, вероятнее сюда также забилась грязь. Опять же она у нас зажимает шестеренки, они прокручиваются сложнее, вследствие чего у нас идет нагрузка уже непосредственно на двигатель, который начинает нагреваться быстрее и тем самым сокращает его срок службы. Также у нас идет нагрузка дополнительно на регулятор оборотов. Напомню, здесь электроника у нас стоит вообще вот модели 16-го масштаба ремохобби, поэтому можно точно сказать, что электроника здесь не самая мощная и самая надежная. Но при прочих равных она до сих пор у меня работает, в принципе, без особых нареканий, но прям ощущается, что машинка стала ехать прям хуже. Поэтому разберем, обслужим, заменим и посмотрим. Также в видео я проговаривал, что не особо понимаю, есть ли смысл в тюнинге данной машинки. Это у нас относительная бюджетка, у нее огромное количество минусов. Если супер очень кратко, то не очень хорошие вывороты, не очень хорошие ходы подвески. В принципе, достаточно легкая шасси. Двигатель 3090 класса в ряде препятствий просто не хватает тяги. То есть машинка даже элементарно по сугробам не может просто нормально ехать. В принципе, там развесовка машинки тоже не супер какая. Амортизатор здесь жестковатый. То есть, соответственно, видите, она как бы продавливается, но это прям с усилием. То есть, когда машинка едет, она практически не продавливает свой амортизатор, просто не хватает элементарно веса. Достаточно легкие колесики, она достаточно легкая. Это, с одной стороны, плюс, потому что по каким-то препятствиям, например, по пухляку она ехала просто, во-первых, пухляка. То есть, была бы тяжелая, она проваливалась и, соответственно, бы там зацепа не хватало, она бы не ехала. Но, с другой стороны, вот хочется, чтобы иногда она проваливалась, чтобы она хоть какой-то находила зацеп под тем же пухляком и, соответственно, ехала. Так она чуть закопалась, не хватает ни весы, ничего, она просто у нас стоит на месте. Безусловно, данную машинку, как и любую там трофи-модельку, можно тюнинговать, дорабатывать, но не совсем понятно, есть ли в этом смысл. Смотрите, шаська бюджетная и, скорее всего, если вложить в нее плюс стоимость ее шасси, скорее всего, она поедет у нас, конечно же, прям поинтереснее. Но тут встает вопрос, есть ли смысл заморачиваться с такими манипуляциями, то есть, если взять эту шаську и прибавить в ней еще ее же стоимость, то элементарно можно от того же Ремохобби купить уже полноценную 10-го масштаба трофейку, там, раз 1093, либо 1073. Они уже у нас будут идти с полноценной, там, удлиненной базой, то есть, здесь у нас 275-я, коротыш, это там, соответственно, идет стандартный 313-я. Там уже установлен двигатель 550-го класса, там электроника чуть помощнее. Безусловно, та машинка тоже считается бюджетной, там огромные мосты, то есть, не очень высокий клиренс, не очень хороший выворот, но в любом случае результаты, что одна, что вторая машинка будет показывать значительно лучше, нежели эта машинка. То есть, скорее, такую машинку можно рассматривать, как, повторюсь, еще раз уже проговорил неоднократно, это либо как ребенку, как первой поиграться попробовать, либо рассматривать ее, как, знаете, прям полноценный проект. Покупаем и прям вот потихоньку, помаленьку, там, что-то меняем, что-то делаем, что-то тюнингуем, и как проект ее, там, пытаемся, там, из нее сделать какую-то, там, интересную шайскую. Опять же, скорее всего, супер какую-то там проходимую, там, супер копийную мы из нее не получим, но как проект ее, в любом случае, рассматривать можно. И раз я ее буду разбирать, там, что-то с ней делать, возникла мысль, во-первых, попробовать сюда установить двигатель. Вообще, я проговаривал, что, скорее всего, сюда можно его поставить, но вижу, на самом деле, некоторые нюансы, которые есть вероятность, что не дадут этого сделать. То есть, например, здесь под двигателем расположена тяга, если ставится двигатель, скорее всего, оно будет упираться, двигатель придется ставить под уклом, либо как-то раздатку немножко, может быть, приподнимать. В общем, не уверен, что это получится, просто вот так взяли, сняли и поставили, но это как раз-таки проверим, то есть, это все снимем, там, смажем, там, герметиком покроем и прикинем сюда установку, например, двигатель, там, 540-го, либо 550-го класса. Если сюда его получится установить, попробуем на нем. Но с пониманием, что даже сюда его установив, скорее всего, электроника у нас за это тоже спасибо не скажет. Она будет, как бы, требовать чуть больших амперов от регулятора оборота, потому что, скорее всего, в каких-то нагрузках она просто будет выключаться. Но, опять же, попробуем, поставим. Если этого не получится сделать, у меня есть второе решение. У меня есть электроника от ремохобби 16-го масштаба, как и здесь электроника просто есть от коллекторной версии. Можем сюда поставить от бесколлекторной версии. В принципе, здесь серва у нас стандартная трехпиновая, хотя серва у меня в прошлом выезде начала глючить, то есть она в одну сторону работала, работала, потом вставала в одно положение и не хотела возвращаться, потом через пару секунд опять начинала работать. Не знаю, проверю, протестирую, если что, опять же, серва, скорее всего, на замену. Может быть, просохла и стала работать. Поставим регулятор оборотов бесколлекторный, соответственно, двигатель без коллектора сюда без проблем у нас также встанет. Шестереночки, все, валы здесь одинаковые. Поэтому сейчас обслуживание. Мерим двигатель коллекторный большой, не получилось, ставим бесколлекторный. Ну, а в следующем видео с данной машинкой уже это пойдем немножко протестируем, посмотрим, какие будут результаты. Давайте приступать к разборке. Для начала скинул амортизаторы. Смотрите, во-первых, амортизаторы, на самом деле, достаточно жестковатые. Еще по этой причине ход подвески, он не очень симпатичный. Да, вес самой шасси достаточно легкий, плюс они достаточно жестковатые. Давайте разберем, посмотрим, что у нас внутри. В целом, по амортизаторам достаточно стандартная ситуация. Масла там есть, но его достаточно мало. То есть, шток я вытаскиваю, где-то масло вот на этом уровне находится. Всего там буквально чуть-чуть, чтобы при ходе амортизатор работал не на сухую. А еще есть момент такой, что вот эта часть амортизатора, то есть, как колбочка, она у нас короче, чем сам шток. То есть, по факту, вот это максимальное положение, куда он может зайти. Потому что здесь у нас еще есть вот этот уплотнитель. Да, как понимаете, он такой выпуклый. Она в него упирается. И, в принципе, ход этим как бы и ограничивается. То есть, если мы отодвинем, то по факту ход подвески у нас будет составлять вот таким. То есть, вроде амортизатор длинный, но хода у этого амортизатора достаточно мало. Не знаю, насколько это видно. Масло там достаточно грязное. Давайте я его сейчас солью. Попробую залить, наверное, двадцаточку. Посмотрим, как будет работать амортизатор. Итак, немного поэкспериментировал с амортизаторами. Смотрите, вот этот, с которым как раз-таки сейчас игрался, он стал чуть мягче. То есть, смотрите, я его полностью заправил, и он сейчас работает чуть мягче. Вот этот максимально базовый. То есть, я его единственное открыл, посмотрел, что действительно масло вот так по уровню. И он работает чуть жестче. Тому есть ряд причин. Но даже вот различные эксперименты особо разницу не дали. Первая из причин. Смотрите, у нас здесь находится вот такой диск. То есть, когда амортизатор уходит, то есть, масло, оно перетекает там сверху вниз. Ну, то есть, в данном случае, там сверху в нижнюю часть. Потом амортизатор перетекает обратно. И перетекать он должен, ну, как минимум за счет того, что он не очень плотно лежит непосредственно в этом корпусе. И по краям масло проходит. Плюс оно проходит через эти отверстия, которые в этом диске находятся. Первый момент. В данном, например, амортизаторе отверстие 3 здесь, а в этом диске почему-то отверстие 2. И если прям вот внимательно посмотреть, то здесь даже не 2, а полтора. То есть, нижнее, как видите, оно достаточно большое, а маленькое оно практически не просматривается. То есть, масло, в принципе, перетекает очень плохо. Что я сделал с тем амортизатором? Взял вот такое основание и просто отверстие прям расширил. Сделал их больше. Тем самым масло должно перетекать несколько быстрее и, соответственно, мягче. То есть, в принципе, наличие дополнительных отверстий нам упрощает жизнь. То есть, итак, вот это отверстие у нас было большое, а это маленькое. Теперь, как видите, маленькое стало чуть даже больше, чем это. Но по факту отверстие я бы здесь добавил. Может быть, сейчас, наверное, даже сделаю плюс 2 отверстия. Возьму просто очень маленькое сверло, просверлю, сделаю примерно их одинаково и поставлю. Но вот в том амортизаторе, с которым я уже как бы так поигрался, соответственно, сделал прям 3 отверстия, сделал их прям максимально большими. Следующий момент. Данная пружинка, она у нас, в принципе, достаточно плотно прилегает к амортизатору. Видите, она у нас цепляет его постоянно. То есть, в любом случае, дополнительные сопротивления мы получаем за счет того, что пружина просто трется по корпусу. И, в принципе, он не дает нам мягкости амортизатора. Сами пружинки достаточно мягкие. Я даже подрезал, как видите, пружинку. Я немножко ее откусил. То есть, я ее укоротил. То есть, она сейчас даже немножко здесь люфтит. Но, в любом случае, это не сильно улучшило ситуацию. Поэтому особо смысла в этом нет. В остальных делать даже так не буду. Оставлю только на этом. Следующее. В основании амортизатора у нас находится еще одно уплотнительное колечко, которое указано во всех инструкциях, к нам приобретаемым амортизатором для сборки, что его нужно хорошенько смазать силиконовым маслом. Во-первых, для того, чтобы шток ходил, опять же, здесь не по-сухому, и сопротивление было меньше. Плюс, наличие здесь маски не позволяет, как бы, его выдавливать. Ну, то есть, в данном случае, этот сальничек здесь максимально сухой. Опять же, вот я его достал на том. Я его смазал, закрыл, начал шток туда-сюда ходить. И, соответственно, почувствовал, что стал ходить прям помягче. Опять же, повторюсь, итог получился не очень великий, но, в любом случае, это, опять же, достаем и дополнительно смазываем. В данном амортизаторе я сделал дополнительное отверстие с помощью сверла. Соответственно, у нас два небольших отверстия, которых я немножко расширил, и плюс сделал еще одно отверстие. И амортизатор действительно стал ходить получше. А вот в данном амортизаторе есть все четыре отверстия. То есть, я два новых просверлил, и те два, которых уже было, также просверлился этим сверлом. И вот этот амортизатор у меня получился самый мягенький. Плюс я масла чуть-чуть буквально не долил, но, в любом случае, результат значительно лучше, чем вот, например, вот этот базовый. То есть, вот сейчас в руке он прям ощущается, он прям жестче зажимается. То есть, этот прям мягенький. И вот в таком положении он прям ходит сейчас мягенько. Видите, даже возвращается. А вот этот же амортизатор, который максимально стоковый, вообще не возвращается, в принципе. И плюс вот даже элементарно вот так им шевелить значительно туже, чем этим. Ну и подводя итоги по данным амортизаторам, самое логичное решение их, в принципе, здесь заменить на нормальные. Потому что даже все вот эти манипуляции, да, они привели к более мягкому ходу. Я думаю, что, в принципе, даже на машинке это будет смотреться уже прям поинтереснее. То есть, скорее всего, будет более такая мягкая, естественная артикуляция. То есть, она будет заходить, как бы выходить. Скорее всего, даже сильнее в арку туда входить за счет того, что амортизатор стал мягче. Но в любом случае, результат здесь получился посредственный. Да, лучше, чем было. Но так или иначе, все вот эти манипуляции, они не дали того эффекта, который хотелось бы получить от амортизаторов. Поэтому, если мы не хотим заморачиваться, а я, например, не буду заморачиваться, поэтому я сейчас проведу такую же манипуляцию на всех четырех, как бы, и их, соответственно, отложу, установлю на машинку. Но если вы хотите от данной машинки чего-то большего, амортизаторы проще поменять. Далее переходим к разборке заднего моста. На самом деле, здесь вообще все замечательно. Так крутится вообще легко, без каких-либо вообще нареканий. Смотрите, вообще очень мягенько. Возможно, даже что-то есть живое. Может быть, даже подшипнички. В общем, разбираем, смотрим на состояние. Вот теперь у нас мост полностью разобранный. На самом деле, все в целом-то неплохо. Да, как видите, вот здесь грязь, она с этой стороны у нас имеется. Там во внутренней части имеется грязь, но ее не так много. Вот так у нас выглядит дифференциал. Вот здесь прям смазка. Но, будем честны, смазка есть. То есть, я вот каждую шестереночку посмотрел, оно прям размазано. Вот эта коническая шестеренка, ведущая, прилегающая к дифференциалу, тоже достаточно жирная. То есть, смазки здесь достаточно. То есть, по первости, на самом деле, сюда смысла даже лезть нет. По состоянию зубцов, вообще в прекрасном состоянии, но, повторюсь, выездов было мало. По металлу, я так понимаю, это что-то вроде силумина. Хотя вот сами шестеренки очень толстые, ярко выраженные. На самом деле, если не доводить машинку до супер каких-то заклинов, я думаю, вот эта пара будет жить достаточно долго. Единственное, вот здесь у нас располагаются втулочки, то есть, не подшипники. Подшипника у нас, соответственно, два вот здесь в основании. Они вот эти, побольше и поменьше. И, кстати говоря, оба вообще в прекрасном состоянии. То есть, крутятся вообще отлично. То есть, даже вот не ощущаясь, что-то забивалось. Хотя, повторюсь, машинка купалась в воде, просто переворачивалась там и так далее. Больше всего грязи вот здесь в основании, то есть, с краев здесь непосредственно так у нас одевается ось, она выходит с этой стороны, вот здесь. То есть, вот здесь в основании у нас тоже имеются подшипнички. С левой стороны единственный подшипник, который у меня под заклинивший, вот этот, но он проворачивается очень туго, поэтому его я поменяю. А вот с этой стороны он вообще прекрасно себя чувствует. То есть, вообще отлично. И на самом деле, достаточно плотно он здесь сидит, вал прилегает, то есть, сам вал не сильно грязный. То есть, видите, тут даже минимальное количество там ржавчины. То есть, видно, что грязь, в любом случае, проникала, но минимальное количество, потому что подшипник закрывает основную массу. В целом, я, наверное, поменяю там, да, вот этот подшипничек, поставлю обратно, здесь зачищу и немного смазки добавлю вот в эту часть, чтобы просто она как бы создавала дополнительную защиту. Если будет проникать сюда влага, то как бы она проникала не в таком количестве. Единственное, я, наверное, вот здесь гемерметиком и по контуру пройдусь, потому что, вот видно, что, то есть, такая посадочная, она прям вся грязью забита. Она сюда проникала, но думаю, что проникала по минимуму, дальше особо не уходила, хотя вот здесь прям вот имеется. Но вот тут по контуру пройдусь герметиком, закрою и, в целом, я думаю, будет нормально. А еще, наверное, посмотрю, есть ли у меня подшипнички вот такого размера. Если найду, то поменяю. Если нет, то оставлю втулочки. В принципе, сидят плотно, крутится здесь все отлично. Смазку, ну я просто сейчас открыл, здесь грязь, да, сам занес больше грязи. Смазку вот эту уберу, добавлю немножко другой смазки, еще чтобы ее чуть-чуть побольше было, но и, в принципе, ее здесь, повторюсь, достаточно. Здесь герметиком, сюда новые подшипнички и немножко смазки. И, соответственно, это дело так все собираем. Итак, мост у нас уже наполовину собран и пара моментов. Смотрите, во-первых, я заменил данные втулочки на подшипнички. Размер подшипников у нас будет составлять 8-12 на 3,5. И тут интересный момент. Это у нас 6 торговой марки Рема Хобби. И у Рема Хобби есть такая моделька, в принципе, достаточно известная. Называется она S-Max. И вот на данной машинке все внутренние подшипники на ступицах и, по-моему, 2 или 3 подшипника на кардане. По-моему, даже, если память не изменяет, еще и на дифференциале есть подшипничек с размером 8-12 на 3,5. То есть это подшипники от S-Max. То есть почему сюда не поставили подшипники, а поставили вот данные втулочки, честно говоря, для меня секрет. Может быть, конечно, здесь есть какая-то логика. Я ее просто не вижу. Ну, не знаю. В общем, заменил на подшипнички. Все равно будет немножко крутиться по свободнее. Хотя, повторюсь, крутилось здесь и так в целом-то неплохо. Также, получается, добавил сюда немного смазки. Вот в эту примерно часть. То есть здесь у нас располагается вот в этой части подшипник. Он достаточно плотно прилегает к внешней части. И отверстие, через которое может проникать грязь и вода, она минимальная. То есть, как я показывал, грязь была только вот здесь. Сейчас все почистил. То есть вот здесь, вот в этих частях моста, грязь была прямо по минимуму. Я протер, немного добавил смазки, чтобы она как немножко обволокла данный привод. И даже если вода будет сюда проникать, она как бы туда дальше у нас не проходила. Получается, на замену у нас всего один подшипник. То есть вот этот с этой стороны. Мы его поменяем на новый, также с резиненным уплотнителем. И по контуру данной крышечки я уже добавил герметика. Соответственно, сейчас это закрываем, чистим, собираем все обратно и устанавливаем на машинку. Разобрал передний мост. Также из позитивного, все подшипники, которые у нас имеются в переднем мосте, они у нас полностью вообще работоспособные. Но из минусов их всего два. То есть два подшипничка, поменьше и побольше, которые располагаются вот в этой части. То есть в ступицах, то есть вот они. Я сейчас вытащил. У нас располагаются вот такие втулки, то есть не подшипники. И что опять же удивительно, вот здесь у нас в задней части моста, а вот здесь у нас располагался подшипник. Так, в этой части, то есть вот здесь, в передней, также втулка. Странно. Здесь подшипник они поставили, здесь они поставили втулку. В общем, все вот эти втулочки я, конечно, сейчас поменяю на подшипники. Вот я уже часть уже даже нашел, сейчас еще по остальным пройдусь. По размерам сейчас отдельно замерю, прям проговорю. Ну, по остальному в целом все нормально. Сейчас посмотрим по размерам. Вот это все меняю и, соответственно, собираю. Здесь в целом вообще все хорошо, на самом деле даже удивительно. Вот эти маленькие, которые располагаются в передней ступице, это 5.11х4. Вот этот побольше, который также располагается в ступице, это 10.15х4. Тулка с привода 5.10х4. И все это, в принципе, стандартные размеры для ремохобби. То есть в их машинках, там, 8-го, 10-го масштаба, все вот эти размеры, они встречаются. С передним мостом я тоже закончил. Получается, я полностью собрал, все проверяем, все крутится очень мягенько, вообще без каких-либо нареканий. Единственное, не скажу, что стало супер, там, прям мягче. Да, это, в принципе, тоже все крутилось хорошо, хоть и все было на втулках. Но, скорее всего, сейчас немножко просто чуть помягче, чуть поприятнее. Аналогично добавил немножко, прям акцент сделал, что немного смазки вот в этой части, чтобы просто, если будет все-таки попадание какой-то влаги, чтобы она сильно далеко туда не проходила. Также по контуру крышечки прошел с герметиком. Ну и, в принципе-то, да и все. Ну и все втулки заменил на подшипники. В общем, передний мост мы теперь откладываем и снимаем раздатку. Четыре винтика, и, в принципе, все снялось. Вот сама коробочка крутится, конечно, прям с усилием. И движочек, честно говоря, прям шумит. Видимо, все-таки вот плодные процедуры вместе с грязью ему не очень понравились. Снимаем крышечку, но здесь все отлично. То есть грязи вообще нету, прям отлично все, видимо, плотно стояло. Шестеренки в отличнейшем тоже состоянии. Здесь ничего менять не нужно, все здорово. Гайка, фиксирующая наш спор, была прям хорошо залита фиксатором резьбы. То есть, чтобы снять, пришлось немножко даже помучиться. А вот шестеренка пластиковая, знаете, очень внешне, прям мне напоминает шестеренку от М-Макса. Ремохобби 10-го масштаба. Все винты, фиксирующие коробку коммутерами, также шли на фиксатор и резьбы. А вот здесь, в основании, мы получаем также втулочку вместо подшипника. Здесь она прям сидит очень-очень прям туго. Размер данной втулочки 5,11,4. Так же, как он шел впереди мостов. Соответственно, так же вот поменяю на подшипник. Завод у нас предусмотрено здесь в три положения. То есть пененчик можем заменить, например, на большее количество зубов. Здесь у нас стоит 13-й. То есть, то же самое, что у нас время хобби 16-го масштаба. У нас есть 13-й пененчик с шагом 0,7. Можно поставить 15-й или 17-й. Если ставим 17-й, шестеренка будет больше, зубцов будет больше. И чтобы было правильное прилегание, его необходимо будет сместить вот сюда левее. То есть, видите, здесь он сейчас прижат к правому краю, а будет прижат к левому краю. И, соответственно, расстояние у нас будет правильно. В этом случае мы увеличим максимальную скорость, но при этом уменьшим тяговый момент. В принципе, это у нас трафикой. Особо здесь уменьшать тяги нам не нужно. Потому что тяги здесь, на самом деле, не так немного. А по скорости плюс-минус ее базовой электроники, она здесь нормальная. То есть, я бы, конечно, менять не стал. Но при желании, если хотите увеличить скорость для данной конкретной модели, мы имеем в виду, что можно купить от 16-го масштаба пененчик 15 или 18, шагом 0,7 сюда установить, и все будет у нас прекрасно работать. Что касаемо данного элемента. Во-первых, я удивлен, что здесь достаточно все чисто. Повторюсь, и лужа, и купалась, и где-то немножко грязи. То есть, вообще, по минимуму. То есть, самое грязное место во всей машинке оказался задний мост. То есть, передний мост тебе поменьше, задний побольше. В принципе, коробочка реально чистая. То есть, я в любом случае сейчас пройдусь там по контуру здесь герметиком. Дополнительно, так сказать. Но, в целом, все хорошо. По поводу смазки здесь вообще, честно говоря, вообще ничего нет. Здесь все сухенько. Но, даже шестеренки, они, как видите, немножко грязные. То есть, все равно сюда что-то проникало, но в минимальном количестве. По поводу втулок подшипников. Втулочка. С этой стороны втулочка. Так, здесь вот на центральной части также втулки. А в верхней части, вот здесь подшипник. И с этой стороны тоже подшипник. И подшипники полностью рабочие. Честно говоря, не знаю, почему такое решение. Здесь так, здесь по-другому. В общем, эти втулочки я посмотрел. В принципе, они такого же размера, как и то, что мы уже здесь устанавливали. Я сейчас тоже их заменю на подшипники. Смажу герметиком и соберу все это обратно. Маленький это 5-10 на 4, а большой это 10-15 на 4. С этой части я тоже закончил, ее собрал. По контуру также прошел с немножко герметиком, хоть и чисто, но для дополнительного. Сделаем все, вроде установил, подшипники все заменил. Ну и давайте переходить к самому интересному. Можем ли мы сюда поставить двигатель 550 класса? И ответ. Да, можем. Смотрите, вот эта часть, как бы коробка, раздатка. Если мы возьмем вот этот комплект P7955, это у нас от Remohobie 10-го масштаба. Там 10-73, 10-93, она такая же. И если мы их совместим и посмотрим, они полностью одинаковые. То есть они вот прям пуля в пулю. Они полностью идентичные. За исключением вот этого вала, который выходит, да. Потому что у нас там крышечка больше. Но сами вот эти части, нижняя часть, вот эти все одинаковые. P7137. То есть вот эта площадка и эта площадка, опять же, полностью одинаковые. Они одинаковые по размерам, по ширине, по вылету, по расположению винтов. То есть вот так вот единственное, так поставлю. Они будут полностью одинаковые. Соответственно, чтобы установить 550 двигатели, нам не нужно не менять ни основание, ни саму раздатку. Нам нужно лишь заменить мотораму. Моторама от этого двигателя, она имеет отверстие для крепления под конкретные данные размеры. И, соответственно, если мы возьмем вот этот двигатель с пониманием, да, что вот они фиксирующие отверстия, они значительно шире. То есть, если мы захотим поставить на эту мотораму данный двигатель, мы, в принципе, это сможем сделать. Можем как бы там проставить, здесь там вырезать, на нужном расстоянии просверлить отверстие. Либо мы можем поступить проще. Раз у нас раздатка ровно такая же, как от 10 масштаба, можем взять вот такую мотораму. Она у нас идет под артикулом 4009. Соответственно, сюда ее устанавливаем. Она у нас четко здесь вот так все совместится, все оденется, все закрепится. И, в принципе, мы можем ее собирать. Даже вот эта крышечка, которую она закрывает, у нас двигатель, здесь у нас будет так вот так, она размещается. Здесь пиньончик, здесь, соответственно, спут. Она ровно, опять же, такая же, как от 10 масштаба. И ее тоже менять не нужно. То есть, по факту, нужен двигатель и моторама. Также был нюанс, про который я проговаривал, что вот здесь у нас имеется некий выступ. И когда мы установим двигатель 550 класса, он, соответственно, будет упираться. Но, по факту, если мы возьмем, опять же, модель от 10 масштаба от Рима Хобби, мы увидим, что данный двигатель 550 класса, он прям четко лежит вот на этой проушине. Потому что проушина, это ровно вот это основание крепления на раздатке ровно такая же. Соответственно, сама раздатка такая же. И двигатель, как бы, здесь все четко у нас встает. Он прям вот ложится вот сюда. Единственное, может быть, чуть-чуть там подрихтовать, там чуть-чуть подточить. И тогда он прям ляжет прям идеально. Но, в принципе, я думаю, что при сжатом положении он сюда четко встанет. И, в принципе, заморок с этим не будет. Ну, а теперь давайте по подводным камням. Потому что, в любом случае, мы не ограничимся здесь заменой просто двигателя и только моторамы. То есть, как минимум, пиньончик, который у нас идет в комплекте, установлен на данную машинку. Он идет с шагом 0,7. Но он рассчитан на вал 2,6. Здесь у нас вал 3,17. Сами понимаете, он у нас никак не оденется. Опять же, можно воспользоваться решением от Рема Хобби. Пур у нас, повторюсь, ровно такой же, как и на модели ММАКС. Поэтому можем купить от модели 10-го масштаба EX-3 либо ММАКС их родной пиньончик. Если память не изменяет, артикул 41.13. Я, в любом случае, под видео оставлю ссылочки на все вот эти комплектушки, которые нужно будет, как бы, отдельно докупить, чтобы, соответственно, это все переустановить. Ну, по-моему, там 41.13. А может также 41.15. 41, по-моему, 17. Хотя их, по-моему, в природе не существует. Но, вот, опять же, для данной, опять же, шасси, для трофе, берем с минимальным количеством зубцов. Дальше. Следующий момент. Если мы на данную электросистем, вот на данный регулятор оборотов установим вот этот 550-й двигатель, нужно с пониманием к этому относиться, что он у нас нормальный, корректно работать не будет. Потому что регулятор оборотов достаточно здесь слабенький. И, скорее всего, в пиковых нагрузках, то есть машина, когда будет куда-то упираться, то есть мощности двигателя будет хватать, чтобы проворачивать двигатель, толкать снег, там какую-то грязь. Но регулятор оборотов это просто не будет вывозить, и он просто будет, дабы не сгореть, уходить в защиту. И мы будем все время сталкиваться с ситуацией, что мы вроде там едем, вроде он все крутит, просто на бах вырубилось. Потом бах включилось. Опять газует, вроде опять же крутит, потом опять вырубилось. То есть в пиковых нагрузках регулятор, дабы не сгореть, он будет отсекать подачу питания на двигателе, Машинка будет просто останавливаться. И эксплуатировать комфортно данную модельку мы не сможем. То есть, по факту, с пониманием, что поставить двигатель мы можем там, в принципе, относительно бюджетненько обойдется нам там моторама. Я не знаю, там рублей 300-400, может быть, она стоит там двигатель. В пределах там тысячи рублей. Ну, если захотите еще и поменять вот так же, как я, все подшипнички, ориентируемся, что, наверное, там в пределах до тысячи рублей, наверное, можно будет все купить там до тысячи. Может быть, дешевле, если там каким-то комплектом будете подбирать. Подбирать и покупать. Но, по-хорошему, нужно будет заменить еще и регулятор оборотов. И здесь еще один подводный камень. Приемник у нас встроен, да, на регулятор оборотов. И он завяжен у нас конкретному пульту. Поэтому замена регулятора оборота приведет за собой еще и замену аппаратуры. То есть, по факту, здесь уже получается переделка-то небюджетная выходит. То есть, сам двигатель там около тысячи рублей. Какой-нибудь регулятор хобби-винговский, там 1060, например, обойдется еще там в тысячу-полторы аппаратура. Давайте так, если что-то новое брать, ну очень простенькое, это в пределах там трех тысяч рублей. Если, может быть, что-то бушное, то за три тысячи вы купите что-то даже там хорошее. Можно, конечно, и бушку там за тысячу-полторы купить. Тут на усмотрение. Но если, опять же, рассчитывать там на все новое, там тысяча, там полторы тысячи, по максимуму считаю, две пятьсот плюс аппаратура, то, итого, пять-пятьсот у нас выйдет перевод машинки на двигатель 550 класса. По факту, это, скорее всего, уже половина стоимости машинки. На сегодняшний момент даже чуть больше, чем половина стоимости. И тут стоит задаться вопросом, стоит ли данная шаська вот этих финансовых вложений. И проговорю еще раз. Только если мы рассматриваем данную шаську как вот прям проект. То есть взяли шаську, поигрались, попробовали, посмотрели, что нравится, что не нравится. И потихоньку, помаленьку начали ее там тюнинговать. Там заменили все подшипнички. Обслужили машинку, добавили смазочку, попробовали. Давайте так, вот сейчас я поставил сюда амортизаторы. Вот я времени на них убил очень много. Работает сейчас помягче, поприятнее. Но, опять же, по-хорошему данные амортизаторы только замена. А это же чего-то супер-хорошего мы от них не добьемся. Поменяли амортизаторы. Там тяги, если хотим, там выворот улучшить, там еще что-то там заменили. Захотели больше тяги, вот заменили электросистему. Ну, то есть по факту, по итогу данный проект обойдется дороже, чем сама шаська. У нас прям вот 100%. И плюс мы получим так или иначе не полноценную там трофи-модель. Она полноценная, но она будет укороченная база, там 275-я. То есть это как бы такой коротыш. С одной стороны, в ряде препятствий это хорошо. И он там будет какие-то препятствия проходить там уверенно. Но с другой стороны, там с точки зрения там какого-то внешнего вида, там еще чего-то, она в любом случае будет не дотягивать. То есть с точки зрения там финансовых вложений в перспективе, можно просто подкрепить и купить шаську сразу чуть дороже. Но, повторюсь, это как проект. Как проект рассматривать можно. Как купить и типа тюнинговать чисто для того результата, чтобы сделать там шикарную шаську. Ну, все равно шикарную шаську вы из этого не сделаете. По факту, если вы будете ее дорабатывать, 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 то в какой-то момент вы поймете, что от базовой шаськи у вас не осталось фактически ничего. И стоило ли это там этих вложений. Я на самом деле подсвешивал ситуацию, постановка сюда двигателя 550 класса, понятно, результаты будут лучше. Или постановка вот сюда БК-системы. Плавности будет прям хуже, чем вот с этим двигателем. Мощность, я думаю, на самом деле плюс-минус то же самое. Но вот это решение, я примерно понимаю, как будет ездить, как оно будет управляться, какие будут примерно результаты у машинки. А вот это я не совсем понимаю, что будет. Плюс это у меня как бы есть. Это мне придется все сейчас покупать. А вот это у меня там лежит от другой машинки абсолютно для меня бесплатно. Поэтому на данную шаську я все-таки решил поставить именно БК-систему ремовскую. Плюс у меня и аппаратура ремовская есть. То есть я по факту сейчас поменяю двигатель. Мне даже пиньончик менять не нужно будет, потому что он как раз таки... Так как это именно ремовское решение, здесь вал не 3.17, хотя у многих именно в таком размере тоже вал 3.17, а здесь 2.6. То есть пиньончик четко встанет, все соберу. Итак, автомобиль у нас теперь на колесах. В принципе, тут немножко прокинул провода на эту сторону, потому что провода от данной электроники достаточно короткие. Но ту сторону не получалось поставить, переставил все на эту сторону. И приятный момент, о котором я на самом деле вообще забыл или даже не знал, может быть, не помню, честно говоря. Но данная аппаратура, которая идет к этой машинке, она у нас подключается к базовой электронике Tremahobby. Как коллекторной, так и бесколлекторной. И здесь даже работает фишка с двухскоростной коробочкой. То есть вот эта зелененькая, типа первая скорость. Нажимаем еще раз, загорается красная. И скорость становится значительно прям поинтереснее. Ну плюс здесь как бы есть тормоз, двигатель. То есть все как бы в принципе у нас здесь работает. То есть при переводе на БК-систему и слеремовскую аппаратуру менять нам уже не придется. Это немножко по бюджетнее получится. Хотя опять же, я вот я посчитал вам и озвучил примерно цены на перевод коллектор, но если там 550, на БК-систему немножко попроще чуть-чуть, то по факту нам нужно поменять только два элемента. Это только двигатель и регулятор оборотов. То есть серва как раз таки здесь идет трехпиновая. То есть подцепляется сюда все без проблем. Пиньончик, все крышечки, вот эти все моторамки, они все остаются заводское. Если брать опять же ремовское решение, опять же по ценам ремки лучше смотреть, оставлю ссылочки в описании на конкретный вот этот двигатель и регулятор. Не обязательно покупать опять же ремовское. Единственное, что если мы покупим не ремовское решение, то придется в любом случае поменять аппаратуру, потому что приемник там как бы у нас встроенный. Если ставим ремовское решение, то остаемся со старой аппаратурой. И еще момент то, что вал на БК-двигателе, повторюсь еще раз, 2,6. То есть на очень многих БК-двигателях, даже вот этого форм-фактора размера, вал может идти уже 3,17. То есть на это нужно обращать внимание. Если купили какой-то аналог, не вот этот конкретно конфиг, а вот что-то другое, то обязательно смотрим вал. И если он не соответствует, подбираем пиньончик шагом 0,7. Ну и нужный нам вал, ну и плюс аппаратуру. В данном решении где-то, по-моему, сейчас на сегодняшний момент это обойдется где-то в тысячи в четыре. Ну то есть подешевле, чем перевод на коллектор 550, потому что и двигатель, там регулятор, плюс моторама. Плюс в любом случае, чтобы не оставлять старый регулятор ремовский, придется менять на отдельный. И, соответственно, в любом случае, покупать отдельный приемник с пультом. То есть, в принципе, такое решение даже выйдет немножко дешевле. Что касаемо подвески, да, она стала помягче. Но в любом случае, смотрите, видите, она отскакивает назад. То есть плоховато все равно возвращается. Но при этом, если вот подвесом машинки, то есть раньше под таким препятствием она на самом деле, ну то есть вот, наверное, вот так вот оставала. То есть вот так. То здесь же получается, что все равно стало чуть помягче. И уже вот такой вот клиренс, то есть заднее колесо не отрывается. Ну, я не скажу, что большая разница, конечно. То есть давайте так, стало лучше, но даже до фразы хорошо не дотягивает. В общем-то, наверное, и все по данному видео. В следующем видео с данной машинкой обязательно протестируем. А еще момент того, что данный регулятор я как бы тестировал на 3С. Интересно, как она поедет на 3С. Поэтому прям покатаем на базовом 2С аккумулятор и поставлю сюда еще 3С аккумулятора. Посмотрим, как она будет гонять у нас. Я думаю, прям будет пуля, пушка, гонка. Не совсем, конечно, трофейка будет, но будет гонять очень быстро. В принципе, может быть, там по снежку она будет прям ехать или будет зарываться. Не знаю. В общем, протестируем в следующем уже видео с данной машинкой. Если видео вам понравилось, не забывайте подписываться на канал. Не забываем, что у нас есть также телеграм-канал по ссылке в описании, чтобы не пропускать новые видео.